Символ американской демократии закрывается на ремонт. В столице США отреставрируют купол Капитолия, одно из самых известных строений Вашингтона. О деталях этого масштабного проекта расскажет наш корреспондент в США Надежда Германская. Ему нередко достается в фильмах-катастрофах от американских режиссеров. В реальной жизни купол Капитолия не щадит время и разрушает природа. Дождь и снег не лучшие друзья символа американской демократии. Очередной осмотр достопримечательностей принес неутешительные результаты. Специалисты насчитали в чугунной конструкции купола не менее тысячи трещин и сотни отвалившихся деталей лепнины. Конструкция продолжает рожаветь и ситуация ухудшается. Настал момент вмешаться в этот процесс. Совсем скоро начнут масштабную реконструкцию купола. В последний раз рука архитекторов и строителей касалась его 50 лет назад. Как Капитолия преобразится и будет выглядеть в момент ремонта, демонстрируют в анимационном ролике. Памятник архитектуры будет иметь слегка необычный вид. Его обнесут лесами и защитной тканью. На реконструкцию купола из бюджета выделено 60 миллионов долларов. Заложено еще президентом Джорджем Вашингтоном Капитолий место работы Конгресса. Именно под его куполом заседают обе палаты американского парламента. И именно здесь проходит церемония инаугурации президентов. Вот так, к примеру, Капитолий выглядел почти год назад, когда Барак Обама заступал на второй срок. Спасти это здание для последующих поколений. Дело государственной важности, уверен Стив Лавингуд из общества Капитолия. Это живая история страны. Когда Капитолий закладывали, штатов было лишь 13. Во времена войны севера и юга Вашингтон был разрушен. Купол на тот момент закончили возводить, и его освещали тысячи газовых ламп. Это было волшебство. В стране отменили рабство, а Капитолий стал символом единения. Реставрация купола начнется в ближайшее время, и подрядчики уже дают 50-летнюю гарантию на свою работу. Трещины и овалы ликвидируют. Символу страны уже ничего не будет угрожать, разве что виртуально, в очередном фильме американских режиссеров. Основные работы по реставрации решено проводить ночью и в выходные дни. Капитолий – место заседаний Конгресса, и его работу ну никак прерывать нельзя. Кроме того, это популярный туристический объект. Посещение Капитолия – основной пункт всех экскурсий по Вашингтону. Завершить реконструкцию одного из самых известных зданий американской столицы планируют за два года. Надежда Дерманская, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вашингтон.